Святые подвижники церкви просияли в очах Божьих, явив самоотверженную любовь к Богу и человеку. Одним из таких великих людей, показавших нам пример служения Христу, является преподобный Алексей, Человек Божий, в честь которого в Одессе освящен храм. Накануне митрополит одесский измаильский агафангел возглавил там торжества по случаю престольного праздника. Храм Святого Алексея берет начало с 25 сентября 1888 года, когда был освящен архиепископом Херсонским и Одесским Никанором в сослужении духовенства. Во время безбожной власти храм претерпел закрытие и поругание, но при румынской оккупации он снова открывается в доме настоятеля храма. Приход просуществовал до конца 1963 года, во времена Хрущева его снова закрыли. Но начиная с 1996 года община храма возобновляет свою деятельность. В 2001 году был заложен первый фундамент свая в основании этого храма, в котором сегодня мы имеем возможность молиться, и в который прибыл владыкий митрополит для того, чтобы возглавить торжества по случаю праздника. Многим людям храм известен в первую очередь своим необычным служением. Здесь собранная со всей епархии гуманитарная помощь по благословению митрополита Гафангела распределяется каждому по нужде. При этом храме по благословению владыки митрополита существует координационный центр, который собирает и распределяет гуманитарную помощь, которая, собственно говоря, является плодом трудов многих людей, в первую очередь это настоятели нашей Одесской епархии, которые в меру своих сил привозят сюда ту помощь, продукты питания, собранные средства. И здесь по благословению владыки митрополита это все сортируется, и в том объеме, в котором благословляет владыка митрополит, раздается нуждающимся людям. В этот храм люди приходят не только за материальной поддержкой. Сюда верующие прибегают за действующим духовным окремлением. Замечательные пастыри, сплоченный приход, Дух Христов – все это положительно действует на человека, пришедшего в храм за святостью. Также храм обладает уникальными святынями. Это икона Алексея Человека Божьего, который когда-то нам в храм преподнес владыка митрополит Агафангел как дар этому храму. И для нас эта икона очень ценна и дорога. Она стала центральной храмовой иконой. И икона, которая освящена на святой горе Афон в Великой Лавре, освящена на оригинале иконе – это икона Божьей Матери, икона Миса, к которой мы обращаемся за помощью. Всегда после каждого вечернего богослужения клир, священство и миряние выходят для того, чтобы испросить благословение. Возле храма находится часовня, которая построена в 1909 году решением городской думы в знак пребывания царской семьи на этой площади. Мало кто знает из одесситов, что именно эта площадь носила название Новоконной. Мы все знаем Староконную площадь. Но вот после посещения царской семьи она была переименована в Алексеевскую в честь цесаревича Алексея, о чем свидетельствует опять-таки решение городской думы того времени. В современности приход также известен хорошо организованной социальной деятельностью православной молодежи.